Считать, что Украина – это некий остров, плавающий, изолированный в океане, наверное, не представляется возможным. Все-таки очень серьезное внешнее влияние. И мы знаем откуда, и с Востока, и с Запада. И без учета этого внешнего влияния, наверное, все-таки до конца ситуацию, ту трагическую ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, наверное, не понять. Потому что, ну, совершенно определенно мы видим, что, по крайней мере, в Евросоюзе, в руководстве Евросоюза прошло как бы три этапа, которые, кстати, почему-то как-то странно соответствуют трем майданам. Первый этап – это был некий элемент растерянности после неожиданного решения президента Украины отказаться от подписания соглашения. Второй этап был – это попытка заставить его все-таки это сделать. И мы видим в новом году третий этап – это стремление, так или иначе, помочь внутренним силам на Украине, можно сколько угодно говорить, что, так сказать, основания для претензий к президенту Украины внутриукраинские есть, помочь, тем не менее, некоторым силам на Украине просто снести этого президента. Технологии, мы видим, так сказать, достаточно стандартные, к сожалению, они похожи на те технологии, которые применялись, ну, например, в Египте. Слава богу, ливийский сценарий для Украины невозможен, просто по той причине, что рядом ядерная Россия, которая не позволит его осуществлять. Отнюдь не потому, что, так сказать, по гуманитарным неким причинам, к сожалению. Но Египетский идет в полный рост. Мы видим, чем отличается ситуация от ситуации десятилетней давности, мы тогда слышали только слухи о том, что президенту Украины Кучме было, так сказать, сказано, вот не трогай этих мирных ребят, иначе вот номера счетов. Ну, это мы слышали такие слухи. Сейчас это говорится открыто, абсолютно, в средствах массовой информации. Представители Евросоюза говорят, мы проводим ревизию счетов украинских олиграфов в наших банках. Госпожа Нуланд прямо и откровенно, что называется, на камеру угрожает господину Ахметову тем, что возникнут проблемы с его бизнесом. Вот основные механизмы, так сказать, цветных революций. Это в первую очередь лишить руководства страны решимости на законных основаниях противостоять ведущемуся государственному перевороту. Мы видим это в полный рост. Не обращать на это внимания, сосредотачиваться на чисто внутри украинских проблемах, которые, несомненно, есть. И когда в стране такого накала проблем нет, эти технологии-то не очень-то работают. Но при этом считать, что дело только, ситуация состоит только внутри украинских проблемах, было бы не совсем верным. Тот компромисс, который как бы предполагается, предложен президентом Украины сейчас, он, безусловно, учитывает определенные его интересы и интересы его окружения. Он, безусловно, учитывает в определенной степени интересы оппозиции. Он, безусловно, может быть навеян некими разговорами с господином Фюле и другими представителями Евросоюза. То есть, учитывает интересы Запада. Но, извините, он абсолютно не учитывает интересы России. И, так сказать, отодвигать эту проблему совсем, так сказать, на задний план, говорить, ну, это мы потом разберемся, когда мы компромиссы достигнем, там, что там будет делать Россия и так далее. Извините, Россия, в конце концов, сделала все, что могла. В условиях мощного политического и экономического кризиса она, по сути, помогла украинскому руководству избавиться от экономической составляющей. Но политическую составляющую она, так сказать, исправить, безусловно, не может и не хочет. В отличие от наших западных коллег. Конечно, сейчас, так как ситуация запущена, в первую очередь, это вина украинской власти со всей этой историей с Майданом, Майданом мирным, Майданом полумирным, а сейчас уже совсем не мирным. Конечно, политические проблемы Украины как были, так и останутся, и никто за украинскую политическую элиту эти проблемы не решит. Но я уверен, что если бы было действительно добрая воля, а не только чувство мести со стороны, извините, боевсельских гномов к президенту Украины, вполне можно найти вариант, и вариант разумный, потому что Украина находится на том месте, где находится. Она находится между Россией и Евросоюзом, и всегда будет именно на этом месте. Найти вариант, по которому Украина могла бы иметь зону свободной торговли и с Россией, и с СНГ, и с Евросоюзом. Такие варианты возможны. Была бы добрая воля и понимание того, что все другие варианты попытки, так сказать, оторвать Украину от России, ну или наоборот, Украину от Европы, да, они приводят только к тому, что она начинает действительно разрываться на части. А этого делать, я считаю, просто преступно по отношению к этой прекрасной стране. Продолжение следует... Продолжение следует...